Ночь улица Бензин. Это пока все, что известно по факту поджога дорогой иномарки. А вот что творилось в голове у преступника в этот момент неизвестно. Его еще не поймали. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как человек подходит к творению японского автопрома, кидает спичку и убегает, после чего вся площадь в центре города озарилась желтым пламенем. Чем руководствовался мужчина, когда поджигал автомобиль, непонятно. Весь город и так усеян камерами. А вот эта площадь, которая находится в центре города, вообще находится под пристальным вниманием. И эти кадры сейчас изучают полицейские. Но на данный момент уже известна и сумма причиненного ущерба, и статья, по которой возбудили уголовное дело. Сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 400 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 167 Кодекса Российской Федерации. Это умышленное уничтожение или повреждение имущества. В настоящее время сотрудники Нижнекамской полиции проводят комплекс следственных действий, оперативно-расследственных мероприятий, направленных на установление задержания лиц, причастных к данному преступлению. Приехали на эту площадь и пожарные. Непонятную выходку неизвестного человека исправлял один пожарный расчет, который спас от повреждения и соседние машины. По прибытию к месту вызова пожарных подразделений происходило открытое горение автомобиля напротив дома 51 по проспекте Химиков. На отрушение привлекался один пожарный расчет. Пожар ликвидировал в кратчайшие сроки. В данный момент идет установка следствий по установлению причин и лиц. Этот поджог вполне может иметь криминальный характер, ведь эта красивая Тойота, по одной информации, принадлежит хозяину одного из крупнейших автосервисов города. А вот с чем это связано? С переделом сферы влияния или личной неприязнью должны разобраться полицейские. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.